Минигуль Ахметова Минигуль Ахметова Похожая история произошла в набережных Челнах. Айгуль собирала землянику в местной чаще. Уже когда шла к машине, почувствовала боль в ноге. Оказалось, ее укусила гадюка. Была в кроссовках и носочках. Когда уже обувь сняли, увидели одну дырочку, ну ранку. Мы подумали, что я оса или шмель. Домой приехали, нога начала опухать, начался осно. Гузель Аминхаерова возвращалась из отпуска домой. По дороге с мужем решила отдохнуть и подышать свежим лесным воздухом. Опасность поджидала ее буквально в нескольких метрах от машины. Трава нормальная, высокая. И туда сразу укусила. Змея очень крупная была. Не такая тонкая. Я только туловище только видела. Голову не видела. Сразу вот. И не такую сильную боль. Как будто комар укусила. Как говорят врачи, главное в момент атаки змеи не паниковать и вовремя обратиться за медицинской помощью. В машинах у нас есть аптечка. Сопровождающий человек, как правило, ездит с семьями. Сопровождающий человек должен из аптечки взять какой-нибудь антисептик. Обычно перекись водорода. Хлоргексидин есть. Если есть спирт, очень хорошо. Обработать место укуса змеи антисептиком. По возможности укушенную обычно бывает конечность. В максимальном положении ее зафиксировать и не двигать. Гадюки в жару любят прятаться в чащах и тенистых полянах, говорят специалисты. Заползают в упавшие стволы деревьев и под камни. Поэтому при сборе даров леса нужно соблюдать меры безопасности. Носить резиновые сапоги на руки перчатки. Длинной палкой можно отпугивать змей. Главное не делать резких движений. Они агрессию вообще не проявляют, конечно, человеку. Просто они, когда начинают защищаться, это когда уже совсем близко человек подходит, они тогда могут проявить, скажем так, даже не агрессию, а просто обороняясь, а это у них нападает на человека. Могут укусить, но это как оборонительная реакция. Встречи, конечно, невозможны. Они возможны практически в любом районе у нас. И Зеленодольский, и Нижнекамский. Ну, любой район взять, муниципальный район. Встреча с Гадюк, конечно, она может быть. Как утверждают токсикологи, после нападения Гадюки пострадавший чувствует сильное головокружение. Место укуса быстро опухает и сжет. Появляется слабость. Это одни из основных симптомов попадания яда в организм. Возможны и летальные исходы. Самое опасное укуса – это место шеи и головы. Потому что возникает достаточно сильный отек. И тут даже не от самого яда, а от момента возникновения асфиксии и удущия. Стоит отметить, что укусы на змей достаточно серьезно переносят дети. Отек у них возрастает намного сильнее, усиливается. И обязательно нужно следить именно, чтобы чаще всего укус у детей происходит при играх со змеями, чтобы дети не играли со змеями. С начала мая в республиканские больницы за помощью обратились 22 татарстанца, на которых напала Гадюка. Сейчас в Казани и Набережных Челнах лечатся два человека. В Нижнекамске шестеро. Искандер Гималдинов, Альбина Минаева, Сергей Вильданов, Максим Липин, ТНВ, Татарстан.